Это тема дня, продолжаем работу в прямом эфире. Дефицит на рынке автомобилей ожидают в ближайшее время эксперты. Ситуацию вызвали несколько факторов. Ухудшение мировой ситуации по заболеваемости коронавирусом, а также снижение цен на нефть и как следствие падение рубля. Последний фактор стал причиной недавнего заявления Автоваза. Руководство концерна предупредило о возможном повышении цен на свои авто. Как объяснили в пресс-службе, несмотря на глубокую локализацию производства автомобилей, на компании оказывают влияние цены на сырье и продукцию некоторых поставщиков, цены которых исчисляются в евро или долларах. Какие последствия в этой связи ждут нас еще и что будет с ценами на авто, узнаем у эксперта в студии заместитель генерального директора автохолдинга Леонид Волынский. Леонид Семенович, добрый день, я приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Такую вводную информацию озвучила сейчас и коронавирус у нас бушует, рубль обвалился, повышение цен на нефть. Что у нас как следствие на рынке автомобильном и что в крае в частности? Ну, падение рубля, точнее повышение стоимости, понижение стоимости цен на нефть, естественно, спровоцировало падение курса рубля по отношению к мировым валютам, основным расчетным. Основная часть производителей, которые работают на российском рынке, в том числе и Автавас, который заявил об этом, работают на определенной степени локализации производства в России. И есть часть запчастей, будем говорить просто, которые поставляются из Поднебесной. Естественно, коронавирус никак на запчасти, он никак заразить их не может, Но так как останавливается производство этих запасных частей, то я тоже недавно прочитал, что и Автавас, и другие производители, они планируют, что у них на сборочных производствах будет нехватка этих запасных частей, которые должны быть из Китая. И это как раз и спровоцирует условно падение производства автомобилей. И это, конечно, приведет к тому, что дефициты, я не думаю, что будет какой-то серьезный дефицит. Но на стоимость все-таки повлияет, да? Но на стоимость повлияет другое. На стоимость, естественно, повлияет падение рубля. Потому что, как понимаете, все свои бюджеты, все производители, в том числе и Автавас, я думаю, так как это глобальный концерн, Рено, Ниссан, Автавас, они планировали, естественно, в валюте. А бюджет был запланирован, стоимость евро или доллара была одна. Сейчас она изменилась. Естественно, они будут повышать стоимость автомобилей в соответствии со своими бюджетами. Они должны выполнить бюджет. И тут ничего не сделаешь. Они не могут работать себе в убыток. Поэтому, конечно, повышение стоимости мы и ожидаем. Ожидаем. А какова ситуация сейчас? Уже пошла эта тенденция? Или сейчас пока еще держится? Да, вы знаете, так как я, не знаю, можно в вашей программе так говорить, я работаю в основном с Volkswagen. То есть, вот у нас временно вчера были приостановлены отгрузки со склада импортера. И это было связано с тем, что, конечно, они пересчитывали бюджеты, они смотрели свои риски. И вот сегодня у нас уже отгрузки возобновились, но при этом пришел новый прайс на автомобиле. Рост, я не думаю, что будет сразу взрывной рост, такой же, как был рост валюты, иностранных валют к рублю. То есть, такого прям роста сразу не будет. Но тем не менее... Но он будет постепенный, потому что есть, опять-таки, планы по продажам. И если сейчас взвинтить цены сразу резко в соответствии с ростом валюты по отношению к рублю, то тогда это вызовет, в первую очередь, возможный ажиотаж краткосрочный сейчас и падение рынка впоследствии. Мы уже знаем, что в феврале, например, рынок упал на 2%. То есть, уже показатели не самые лучшие. Что тогда причиной стало? Ну, не могу вам сказать, что стало причиной. Видимо, причиной стал рост на 2% в январе. То есть, рынок все равно не растет у нас. То есть, рынок находится в стагнации. И прошлый год, вторая половина года, она была такая, как сейчас принято говорить, разнонаправленная. То рост рынок, то он падал. Качели такие. Да, качели, да. Понимаете, рост доходов населения, он минимальный, если он есть. А скорее всего, опять-таки, мы будем говорить, что он где-то находится на одном и том же уровне, и никакого роста нет. И люди, так сказать, возможно, откладывают покупки автомобилей на будущее, на какие-то другие периоды, когда они смогут зарабатывать больше. Что касается финансов, к нашему разговору подключается руководитель инвестиционного холдинга в Краснодаре Дмитрий Виноградов. Дмитрий, мы вас приветствуем. Здравствуйте. Хотелось бы ваше мнение услышать, как ситуация с курсом валют, также с коронавирусом, о котором мы сейчас все говорим, влияет на стоимость машин сегодня. Ну, я не знаю, как напрямую коронавирус может повлиять. Ну, естественно, конечно, остановленная экономика практически, ну, там, в Китае, она будет влиять на удорожание ряда позиций. Вот, но если брать непосредственно, вот, рост базовых валют, то есть рост доллара и евро США относительно нашей национальной валюты после выхода из сделки ОПЕК России, вот, это, естественно, напрямую будет влиять на стоимость автомобилей, ибо, ну, что мы будем считать, например, за нашу отечественную марку автомобиля. Если многие думают до сих пор, что АвтоВАЗ, ну, так давайте посмотрим, кто владелец АвтоВАЗ. 96% принадлежит, собственно, Альянсу Ростех БВ, и, в общем-то, это совместное предприятие, зарегистрировано в Нидерландах, совместное предприятие РОНО и концерна Ростех. 75% доля РОНО, 25, собственно, Ростеха, если я не ошибаюсь. Вот, при этом, в общем-то, достаточно большая доля на сегодняшний день. Дмитрий, вот, если сразу ближе к делу ваше авторитетное мнение, люди, которые сейчас подумывают, покупать им, не покупать автомобиль, ваш совет, что, подождать или покупать сейчас? Ну, если вот был вопрос непосредственно, что вот человек хотел купить, то я думаю, что сейчас самое время, потому что пока что есть еще завезенные автомобили в автосалоны по старым ценам, они могут купить его более выгодно. Вот, но если вдруг возникает идея превратить это в какой-то инвестиционный проект, то однозначно нет, потому что цены однозначно в итоге потом выравниваются, а вы получите необоснованную, скажем так, ненужную для вас вещь, которая будет еще тянуть из вас деньги. Спасибо, Дмитрий Виноградов, это было его мнение. Мы возвращаемся в студию с Леонидом Волынским, продолжаем разговаривать. Семенович, вы как считаете, согласитесь с предыдущим оратором? Я согласен, да, я согласен, потому что... Сейчас еще время, когда нужно брать. Единственный вопрос, а когда произойдет отскок обратной рубля? И как мы об этом узнаем, да? Нет, ну узнать-то мы узнаем, мы контролируем этот вопрос. Ну это уже будет явно мы не сможем как-то купить. Но, как правило, рост, как у нас, происходит очень быстро, а отскок это там минимум полгода, да? То есть когда возвратится ли рубль назад, и как быстро ОПЕК с Россией начнет договариваться о снижении добычи нефти, потому что там Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты вообще уже заявили о том, что они готовы устроить ценовые войны с Россией. Там Саудовская Аравия, по-моему, заявила, что они готовы в Европе предложить чуть ли не тройную объем нефти по 25 долларов. Хорошо, если человек решил воспользоваться советом экспертов, которые сегодня у нас вы в том числе, покупать автомобиль лучше за наличные или в кредит? Вы знаете, я приведу такой пример. Может быть, он не сильно показательный для России, потому что все-таки у нас ставка рефинансирования достаточно высока по отношению к ставкам рефинансирования, например, в Европе или в Соединенных Штатах Америки. И вот у меня к вам просто вопрос. А вы знаете, сколько в Америке покупается автомобиль за наличные? Понятия не имею. Ноль. Ноль? Ноль. Все автомобили покупаются либо в лизинг, либо в кредит. То есть там никто не приходит. А у нас, ну, по разным оценкам, везде разнонаправленно. Я могу сказать про себя, про свой дилерский центр. Полгода тому назад это было примерно 40%. Сейчас это в районе 70% автомобилей покупается в кредит. Это связано, конечно, это связано не с тем, что у нас люди, так сказать, хотят в кредит купить. Это связано с тем, что существуют определенные программы, по которым эти автомобили клиенту более выгодно купить в кредит. Вообще кредит это не как бы не хорошо, не плохо. Просто у нас нет культуры, так сказать, работы с финансовыми инструментами, с таким, как кредит или лизинг. Поэтому мы думаем, что проще накопить. Ой, залезть в кредит, да зачем мне это надо? А на самом деле господдержка, да? Вот все вот эти программы государственной поддержки и кредитования. Вы знаете, господдержка, это, вот если мы говорим о господдержке, это господдержка первая, либо семейный автомобиль. Да, семейный автомобиль, это если у вас есть двое, ну, как бы, несовершеннолетних детей. Вот, примерно у нас из вот этих 60-70%, это 10% людей, которые покупают по господдержке. Это хороший инструмент для тех, кто хочет либо первый автомобиль, либо семейный купить. Люди просто иногда путают, они там где-то прочитали, что вот 10%, да? А здорово 10%, но это не скидка на автомобиль, это просто государственная поддержка. Если, ну, возьмем конкретный пример, да, со ставкой 3,9%, 40% клиент должен внести либо в виде сдаваемого автомобиля в трейд-ин, либо, ну, как бы, какие-то, так сказать, наличные деньги. Остальные 60% это кредитные деньги, да? Так вот, из 40% этих процентов, 30% это должен внести клиент, а 10% за него платит государство в виде госпрограммы. Это не скидка 10% на автомобиль. То есть стоимость автомобиля, она остается прежней. Фиксированной. Фиксированной, да. Просто государство довносит за клиента 10%. На мой взгляд, это очень хорошая программа, по которой можно покупать. Да и на самом деле очень много же людей, кто или первый автомобиль покупает, или у кого двое детей сейчас, да, мне кажется? Совершенно верно, да, совершенно верно. Почему бы не воспользоваться? По госпрограмме, опять же, по госпрограмме увеличения, так сказать, семьи государственной, да, сейчас люди, слава богу, больше рожают, и детей больше становятся, и я думаю, что... Давайте все-таки к автомобильному рынку вернемся. Вы сказали, что все-таки не резкий, но плавный рост пойдет. Мы речь ведем о первичном или о вторичном рынке? Вы знаете, сейчас первичный рынок настолько связан со вторичным рынком. То есть это уже вот не дикий базар, да, вторичный рынок. Это уже очень многие дилеры, официальные дилеры, продающие те или иные марки, они уже на протяжении двух или трех лет очень серьезно работают именно со вторичным рынком. И говорить о том, что вторичный рынок не пострадает, потому что там на первичном будет рост, ну, это неправда. То есть, естественно, рост пойдет на первичном рынке, как правило, у нас рост идет и на вторичном рынке. Вопрос к вам, как к эксперту. Какой недооцененный сегмент, на что стоит обратить внимание тем людям, которые поняли, что та машина, которую он сейчас хотел купить, все-таки подорожает. Вот что бы вы посоветовали? На что обратить внимание еще? Я вам хочу сказать, что недооцененный сегмент, если мы говорим про автомобили, да, то сейчас практически 50% автомобилей, например, Volkswagen продается, это SUV, то есть это внедорожники так называемые, да, или вседорожники. Вот, 50% уже на самом деле по отношению к седанам. И потребитель, он начинает понимать, что ему нужно, наверное, какой-то другой автомобиль купить, но это опять-таки зависит от его потребностей. Если у него есть потребность купить более высокий автомобиль, он покупает более высокий. Если он хочет купить, продолжает любить, в кавычках, седаны, да, он будет покупать седан, все зависит от его потребностей, которые, конечно же, будут... То есть как такового недооцененного сегмента, можно сказать, что нет, да? Нет, нет, сейчас нет недооцененного сегмента. Итак, еще как итог беседы, все-таки, если человек хочет купить машину, идем сегодня, завтра, и до какого времени, а потом подождать? Вы знаете, я думаю, что 1 апреля будет такая вот хохмочка, когда вот это вот цены начнут расти снова. Еще раз говорю, это будет не взрывной рост, это будет постепенный рост, но вот сейчас есть определенное увеличение цен, 1 апреля будет определенное увеличение цен, ну и дальше мы будем смотреть. Но понятно, что, конечно, если кто-то хотел сделать покупку сейчас, то вот сейчас ему нужно идти, потому что, как сказал наш эксперт по телефону, у дилеров есть еще автомобили на складах, которые по старым ценам, да. И, ну, конечно, кто-то... Много ли их и сколько сейчас их будет покупать? Да, достаточное количество, я вам хочу сказать, но, конечно, оттягивать сильно с приобретением не надо, да, потому что эти машины могут быстренько закончиться, если вдруг начнется какой-то ажиотажный рост. Спасибо вам большое, Леонид Семенович, что пришли к нам сегодня, прояснили ситуацию, напомню об изменениях и тенденциях на авторынке. Мы беседовали с заместителем генерального директора автохолдинга Леонидом Волынским в 16.00. Тема дня свою работу продолжит. Поговорим о программе «Чистая вода». Оставайтесь на «Кубань-24». Продолжение следует...